Друзья, я принадлежу, нет такого понятия, к сожалению, нет у нас своего сословия. Это сословие нужно назвать сословием инженеров. Латинков тоже инженер-металлург. Вам не снилось то, что вы в саду, и вы никогда этого не добьетесь. Почему? Я потом мне же буду это объяснять. И в то же время спасибо, что вы такие есть. Благодаря вам какой-то вред вы приносите, это неизбежно. Но не такой же большой вред, а впереди, благодаря, как это называется, конфронтации, благодаря вот этой невольной дискуссии, получается, что вы приносите пользу. Ведь когда-то все-таки это будет, сегодня там, вы знаете, предыдущий вебинар видел 400 человек за неделю. Ну, это что, серьезно? А когда-то будет 400 тысяч. Почему? Сюда войдут все студенты, всех агровузов и так далее. А мой брат, который, еще покажу, опять что-то новенькое вырастил. Вы-то не знали, когда его в грязь поливали, братца моего? А он электромеханик. Он инженер высшего образования. Вам его руки, его знания, его мозги не снились. Вы понимаете, если у вас девчата, а, это, да, я же Андроников, да, второй. Так вот, сейчас я вам расскажу об этом. Не могу. Вы понимаете, что такое инженер, вот, который вот это вот все создано. Посмотрите внимательно. Видите? Вот это вот. Это не шутки. Это все создано инженером. Так. А если загнуть в фотогалерею, я всегда говорю, только после валидола. Это у меня рабочий, как он называется? Это рабочий архив, то есть для создания статей, фильма. Смотрите дальше. Что такое инженер? Сегодня мой день. Это мой бенефис. Мне не каждый раз такое случается. Итак, я люблю фантастику, но не любую фантастику, а с мозгами. Есть такая фантастика с мозгами. Итак, наш простой советский инженер, подчеркиваю, попадает в древний мир, Рим. Как он там оказался? С какого, это как, буду на, я про это не помню. Я запоминаю только ключевые вещи. И вот он ходит, уже понял, что он влип, ловить нечего. Его инженерное знание, что там автомобилей нет, этих, даже паровых двигателей нет. Что он там может? Да ничего не может. Да и вояка он так себе. Какой он вояка? И безнадёга полная. Что ж тебе внимать? Это пригодится когда-то, если вы попадёте, я про этим девчатам. Видите, как я сниму по-доброму, я уже не обзываюсь. Я про этим Ольге, кстати. А вы попали туда, ведь извините, кроме как проститутки, вам никуда. Да ещё не возьмут по возрасту. Вот что страшно. А здесь человек с мозгами, вот тут уже возраст независим. И вот он ходил, ходил, ходил. Вот он проголодался, вот он всунул руку в карман. А там куча вот этих, то, что, знаете, как монеты у нас называли? Раньше называли никель. Вот он кучу никеля держит в ладони, в жменьку. И заходит в бар. Ну, в тамошний бар, там, кочма, как угодно назовите. Это Древний Рим. Вот. Заказывает еду и протягивает эту горсть монет. А я вот этот взял, хозяин-то взял её. То есть, по крайней мере, на первое время с голода избавлен. Монета же выглядит симпатично, настоящая. И вот он сидит, ему подали вино. Вино кислющее. Он его и пить невозможно. Вы же понимаете, что когда ещё не было тогда сахара, никто не добавлял сахар, вино. Вино бродило, получалось кислятина. Вот. Но пили, чтобы немножко мозги задурить. Всё-таки пили. И тут он подходит к хозяину и говорит, «Давайте так, я сейчас сделаю аппарат по перегонке этого вина в бренде». Но нужно субсидировать. Тот заинтересовался, тот даёт ему деньги, тот идёт к кузнецу древнюю, римскому. Кузнец ему делает, вы уже догадались, что делает кузнец. Ну, эти дичатки не поймут, но мужики-то поняли. Короче, примитивный самогонный аппарат. Перегнал вино. Получилось вот такое брендинг. Заключил договор с хозяином 50 на 50. Что было дальше? Там всё было, война была ещё. Но главное, что он инженер. Понимаете? Он инженер. И вот такое, это уже остатки моего обиды, потому что ведь не извинились. Знаете, что было в одном из последних этих, там мне пересылают их эти. Для меня, а там не написано «Железо». Там, видимо, кому-то отвечало, кто-то уже другой не соглашался с ней. Уже кто-то другой. Для меня его фамилия под запретом. Вот так она ответила. Но уже всё, уже без этого, без грязи. И вот получилось, что всё, что можно в садоводстве придумать, придумали мы инженеры. Понимаете? Если вы вспомните Мичурина, которого вы написали, что его векативная организация Мичурина – «Лженаука», мы не его, мы себя высекли. Часовых дел мастер. Я один раз разобрал часы, будильник, который стал ходить. Когда я его собрал, оказалось, что несколько лишних шестерёнок, и он у меня, конечно, не заработал. Вот это Мичурин. Он инженер часовых дел мастер. Это не просто инженер. Это инженер высшей квалификации. Высшей. Высшей уже ничего не может быть. То, что под микроскопом можно увидеть только. Или под такой лупой. Понимаете, друзья? Вот. И всё, что в садоводстве, это мы инженеры забыли. Даже в садоводстве. Вот. Но вот после такой преамбулы. Почему? Это мой праздник. Вот так вот, друзья. Это мой праздник. Вот. Это мой праздник.